И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает Русская служба новостей. Сегодня в программе. Ситуация в СИЗО Дранда будет изменена. Президент Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности. Дельфины следуют морские глубины. Эксперименты в гидрофизическом институте. В памяти ученого. В АГУ прошла научная конференция, посвященная столетию Шалвы и Налыпа. Сегодня президент Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности, посвященное проблемам СИЗО Дранда. В ближайшее время необходимо приложить все усилия, чтобы изменить сложившуюся в изоляторе ситуацию, отметил президент. И прежде всего, необходимо менять условия содержания заключенных в изоляторе временного содержания. Есть проблемы, которые можно уже решить. В первую очередь, вопросы с повышением заработной платы сотрудникам СИЗО. А также обеспечить необходимым техническим оснащением, сказал глава государства. Министр внутренних дел Аслан Кубахи отметил, что проблема содержания преступников не решается уже 23 года. По его словам, практика показывает, что из СИЗО Дранда возможно убежать только в случае проявления халатности сотрудников изолятора или предательства с их стороны. Министр внутренних дел добавил, что в СИЗО очень много проблем. В первую очередь, это отсутствие мотивации работать в изоляторе у сотрудников МВД. В первую очередь, из-за низкой заработной платы, которая в среднем составляет 7-10 тысяч рублей, пояснила Аслан Кубахи. Существует также проблема неудокомплектованности СИЗО сотрудниками, которая составляет 60%. Президент поручил премьер-министру Веслану Барцец при формировании бюджета на следующий год заложить необходимую сумму для решения имеющихся проблем. Завтра Кабинет министра в Республике на своем очередном заседании обсудит около десятка вопросов повестки дня. Министры рассмотрят положение о лицензировании, сборах, хранении, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Положение о криптографических и технических средствах защиты информации, о государственном потребительском надзоре в сфере торговли и общественного питания и другие вопросы. Министерство здравоохранения Республики закупает для населения вакцину от гриппа. А уже в ноябре жители Абхазии смогут сделать необходимые прививки. Об этом заявили представители Минздрава на пресс-конференции в медиа-центре «Спутник Абхазия». Подробности в репортаже Амра Амичба. По данным Министерства здравоохранения Республики в Абхазии в 2015 году более 10 тысяч жителей переболели острыми респираторными заболеваниями. За 9 месяцев 2016-го – 6 140 человек. Специалисты признают, что цифры в разы больше, так как не все обращались в медицинские учреждения. С наступлением холодов вновь приобретает актуальность вопрос профилактических мероприятий во избежание эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, существует более 2000 разновидностей вируса гриппа. Наиболее распространенный вид – это гонконгский, азиатский грипп. В Абхазии пик заболевания наблюдается в конце января-начале февраля и заканчивается в марте. Чтобы не попасть в число заболевших, главный санитарный врач страны Владимир Берулава советует привиться вакциной против гриппа. Так уже предварительно говорят, что будет гонконгский грипп. Но этот грипп, конечно, по своему течению, ну так, средней тяжести. Чтобы не заболеть, еще раз говорю, главное, надо прививаться. Министерство здравоохранения Абхазии завозит российскую вакцину Гриппол для населения республики. Уже закуплено более 40 тысяч доз. С 15 ноября вакцина будет распределена по районам страны. Мы успеваем для того, чтобы подготовиться, значит, к сезону. Первая профилактика – это прививка. Нужно прививаться. Значит, со стороны противовирусных препаратов, да, вот, значит, помимо вакцины, мы собираемся, значит, обеспечить там наши лечебные учреждения, поликлиники, ну, противовирусными препаратами, чтобы, значит, симптоматическое лечение провели. Вакцинация добровольная, принуждать никого не будут. Но медики напоминают о пользе прививок. Особенно важно привиться детям и взрослым старше 65 лет. Детей можно прививать с 6-месячного возраста. У привитых вакциной людей иммунитет к болезни сохраняется в течение одного года. Самое главное, чтобы не заболеть гриппом, это надо прививаться. Ведь благодаря прививкам мы избавились от такой страшной болезни, как оспа. Вы знаете, что такое оспа? Никто из вас не видел. Вы знаете, благодаря прививкам сократилась резко заболеваемость коклишем, корью, дифтерией, полиэмилитом. Если бы кто-нибудь из вас видел, как страдает ребенок, который болеет коклюшем до года, никто бы никогда из вас в жизни не отказался бы от прививок. Раньше, когда не было прививок против коклюша, обычно умирало свыше 50% детей. Особенно до года. И поэтому, когда мы говорим, что надо прививаться, это мы говорим во благо ваших детей и во благо взрослых людей. Помимо вакцинации, главный санитарный врач посоветовал заботиться о своем организме. То есть укреплять иммунитет, употреблять фрукты и витамины, гулять на свежем воздухе, проветривать помещение. А при симптомах гриппа, высокой температуре, сильной головной боли, рези в глазах и покраснении лица, незамедлительно обращаться к врачам. Согласно исследованиям ученых, если 40 тысяч человек из общей численности населения проходят вакцинацию и будут привиты от гриппа, заболевание не приобретает масштабы эпидемии, так как создается иммунная прослойка. Гидрофизический институт совместно с Институтом экологии страны проводят исследования морского дна и морской воды и использованием аппарата «Дельфин». Аппарат предназначен для проведения работ в прибрежных и внутренних водах. А вот место проведения исследования на Маякском мысу выбрано не случайно. За первым погружением аппарата наблюдала наша съемочная группа. Репортаж Ринат Ишакая. Море и оберег, как дела? Цепляем. Вы цепляете хорошую скобу. Подобного рода эксперимент с исследованием морской воды проводится дважды в год. Конечно же, это сопряжено с большими затратами. Поэтому специалисты подбирают самое оптимальное время года для проведения этих исследований. При этом учитывается как состояние моря, так и готовность самого оборудования. Капсула «Дельфин» погружается на глубину 200 метров, в 600 метрах от береговой зоны. Все эти эксперименты, связанные с исследованием морской воды, проходят в уникальном месторасположении Гидрофизического института. Дело в том, что здесь, на Маякском мысу, происходит резкий перепад глубин. Почти у самого берега дно проваливается на 15 метров, а чуть далее на все 100, что позволяет проводить всю необходимую работу, не уходя вглубь моря. Подводный аппарат «Дельфин» предназначен для проведения работ в прибрежных и внутренних водах. Погруженная капсула через определенное время автоматически выстреливает из-под воды, подлетая почти на 40 метров. Он начинен всевозможным оборудованием, в том числе с датчиками, которые определяют параметры морской среды. Пока идет накопление базы данных. В будущем очень много есть экологических тем и направлений, где они будут использованы. Потому что другим путем добыть эти данные сейчас пока невозможно. Говоря о том, насколько важно проводить подобные мероприятия в нашей стране, директор Института экологии Абхазской академии наук Роман Бар отметил, что Абхазия, морская страна и многие секторы экономики связаны именно с морем. Знание о море является для нас ключевым знанием. Чем больше мы о нем знаем, чем больше мы владеем ситуацией с проблемами моря, тем легче нам прогнозировать развитие событий. Это необходимо для народного хозяйства, это необходимо и для рыболовства, и для туризма, потому что оно связано с морским пляжным туризмом. Это и транспортные коммуникации морские. Таким образом, все знание о Черном море является важнейшим знанием для такой страны, как наша. После того, как капсулу извлекают из воды, все данные, зафиксированные в ней, хранятся в гидрофизическом институте. Возможность расшифровать собранный материал появится в ближайшее время. Рина Ташака, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Научная конференция, посвященная столетию со дня рождения выдающегося абхазского ученого-этнолога, историка, литература веда Шалвы Налыпа, состоялась в главном вузе страны. Представители научного сообщества студентов филологического и исторического факультета в Абхазском государственном университете выступили с докладами о жизни и научной деятельности ученого. Подробности в репортаже Семаргу. Очень хорошо, что память о нем сегодня воскрешается в ваших умах, в ваших сердцах. Это очень важно, это очень важно. Люди, тем более молодые люди, должны знать свою интеллектуальную элиту и сделать все для того, чтобы их имя через труды, через ваши курсовые, дипломные, диссертационные работы никогда не угасли. Свои доклады представили студенты филологического и исторического факультета в университете. Тематика выступлений была разнообразной и посвящена жизни и научной деятельности Шалвы Налыпа. Тараш Хутаба – магистрант исторического факультета. Его доклад был посвящен традиции заключения браков у абхазов по трудам Налыпа. Студент считает, что в наше время глобализации подобные темы необходимо поднимать, чтобы еще раз напомнить молодежи о наших обычаях и культуре. На сегодняшний день, на мой взгляд, это одна из актуальных тем в абхазском обществе, потому что наши традиции начали отпадать. И мы начинаем ходить в глобализацию, и мы все чаще и чаще забываем традиции. И я решил прочитать эту тему, чтобы многим напомнить, как раньше все было. Я привлекал в своем докладе полевой материал, который собирал сам Шалвадинцевич Налып. На сегодняшний день он представил большой интерес. Именно Шалвадинцевич Налып сделал большой вклад в абхазскую этнографию. Именно в этом вопросе, в вопросе формы заключения браков в традиционной культуре абхазов. В Абхазском государственном университете конференции, посвященной научным деятелям Абхазии, проходят достаточно часто. Сегодняшняя же особенная. Она посвящена столетию известного этнолога, историка и литературоведа Шалвы Налыпа, отметил декан исторического факультета АГУ. Али Габелия считает, что подобные форумы дают возможность студентам проявить себя и помогают определить их дальнейшую судьбу в науке. Это первый опыт для студентов. Они получают довольно-таки хороший опыт и практику для тех, кто потом будет заниматься научной деятельностью. Участники научного форума говорили о личности ученого. Несмотря на то, что Шалву и Налыпа преследовали за его труды, закрывали дорогу в науку, он сумел оставить большой след в абхазоведении, фольклористике и этнографии. Вся его жизнь – хороший пример для молодых ученых. Есть надежда, что для многих студентов эта конференция станет первым шагом в науку. Сима Аргун, Беслан Жанджолия, Абхазской телевизии. Сухумский водоканал проводит в городе работы по очистке канализационных стоков. Из-за этого несколько дней в неделю в центральных районах столицы отключается вода. В связи с чем горожане испытывают некоторые неудобства. Как долго продлится подобная ситуация, расскажет Саресмур. Вот уже несколько дней подряд сотрудники МУП «Водоканал» проводят ремонтно-восстановительные работы по улице Лакоба. В частности, чистку канализационного коллектора диаметром 500 мм. Именно по этой причине жители города временно остались без воды. Необходима прочистка, потому что все нечистоты, они здесь собираются. Это главный коллектор 500 мм. Она забита. Его мы прочищаем. Человек спускается. Он ненужный. Всякие хламы, булыжники. Что там встречается, все витаскиваем. Потом его промываем под давление. Эта работа будет длиться до конца где-то ноября. Это по инвест-программе. У нас протяженность около больше двух километров. Канализационные коллекторы не чистились все послевоенное время. За этот период они сильно забились. Работники «Водоканала» спускаются в каждый канализационный люк, которых по всей протяженности более 50, чтобы очистить их от скопившегося мусора. По словам рабочих, весь этот процесс займет чуть более месяца. Понимаем, что это неудобство, мы создаем население, но нам просто необходима остановка питьевой воды. Он нам не дает возможность прочистить главный коллектор. Из-за этого мы вынуждены приостанавливать подачу питьевой воды. Жители столицы ежедневно вынуждены сталкиваться с проблемой засоров канализационных коллекторов. Вызывают спецтехнику. Люди решают этот вопрос лишь на какое-то время. Для полного устранения скопившегося мусора необходимо провести масштабные работы. Сотрудники водоканала уверены, что очистка коллекторов даст возможность жителям Сухума на долгое время забыть о проблеме канализационных засоров. Сария Смыр Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Хозяйство Гагарского района продолжает пополняться спецтехникой. На днях за счет бюджета района приобретен экскаватор-погрузник английского производства Терекс-860 для прокладки водопроводных и канализационных траншей, уборки мусора, обработки крупногабаритных материалов. Также были приобретены два КАМАЗа с кузовом боковой погрузки, предназначенные для сбора мусорных контейнеров. Один из них передан в поселок Цандрыпш. Об этом сообщает Абстнепресс. Абхазский писатель и художник Владимир Делба стал лауреатом премии имени Леонардо да Винчи. Премия была вручена в Москве в Центральном доме литераторов. Члены жюри отметили позитивную роль произведения Владимира Делба, в которых автор с огромной любовью и теплом, юмором, а порой и с грустью знакомит читателей с Абхазией. С ее историей, людьми и обычаями сообщает пресс-служба посольства Абхазии в России. Но в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха в ночи плюс 11-13, днем 20-22 тепла. Температура морской воды плюс 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова